Продолжение следует... Продолжение следует... Поэтому наша задача, Наталья, поделиться какими-то духовными, душевными вещами и полезными вещами, да? Вот это самое главное. Затрагивать души людей. Наша главная обязанность всех деятелей инфобизнеса и всех журналистов. А вы кем себя, кстати, считаете? Ну, я себя считаю как раз ведумией. Не ведумией, а ведумией. Это немножечко другое состояние, когда ты не говоришь, как правильно человеку поступать, а ты слушаешь и понимаешь, о чем же душа хочет человека, и просто помогаешь туда бережно дойти. Очень экологично, без каких-то травм, сильных копаний, боли. А вот именно в бережном, кайфовом состоянии. И вот ведумии, оно родилось тоже очень интересно так, когда я искала, ну как же себя назвать? Да, действительно, ведьм много. Бабы-яги там тоже есть, никого только нету. Игропрактиков тем более много. И в Перми их десятки и сотни. Игропрактиков тоже много. И вот я начала как бы с разных сторон смотреть. И сыграв тоже в трансформационную игру, вот я пришла там, прямо такая карта выпала, вот реально шаман, не шаман, ведьма, не ведьма, что-то такое. И вот оно в процессе обсуждения с другими участниками родилось это название. А позже другие люди мне там посчитали по моей фамилии, по номеру моей машины, что я человек, который ведет за собой. Я такая, о, это мое. А почему ударение ведуние? А вот как раз потому, что веду я. И вот оно как бы вот акцент именно, что не ведуние, что я тут все знаю. И вот сейчас я вам покажу правильный путь, как вам идти. А я вот как раз изучаю потребности души и показываю самый короткий путь туда, самый экологичный, самый бережный. То есть я беру за ручку, вот как, знаете, как маленького ребенка. Беру за ручку и показываю. Вот смотри, вот это вот камушек, вот это там жучок, вот это это. И ребенок на опыте уже едя со взрослым, ему не так страшно. И он изучает, познает мир, и что-то вот вырастает из этого потом человек. И здесь то же самое. Когда ты видишь, от чего же хочет душа человека, и вот туда бережно помогаешь пройти, одному-то ведь страшно идти. А когда вот тебя кто-то ведет, и рядом на кого можно опереться, да, ну как-то проще, согласитесь. Ну мы с вами встречаемся в момент вашей судьбы, моей судьбы, когда у вас сейчас 7707 подписчиков, я посмотрел, ВКонтакте. То есть то, что вы предлагаете людям, интересно, по крайней мере. Ну а семь, как мы знаем, это число, отцветворяющая мудрость, святость и тайное знание прочитал. Это знак интереса человека древности, познанию природы. Вот тайны за семи печатями. Какие тайны, кстати, госпожа Ведуни и я, вы про себя узнали? Вот то, что знают все про вас. Кстати, что про вас люди знают? Кем еще раньше были до Ведуни? Вообще люди, вот большинство из моего окружения, с кем я общаюсь, они знают, что вот я, допустим, очень увлекалась всегда психологией. Я даже поступала в педагогический университет, тогда еще в институт, сейчас это университет, но заболела и, как говорится, пропустила экзамены. И судьба пошла по другой ветке судьбы. Кстати, про линии судьбы мы еще поговорим, и про линию времени в духовном смысле. И куда вы ушли? В какую сторону? Линия судьбы, вот я решила, вот где меня примут учиться здесь и сейчас, я туда и пойду. Да, а так как это уже был август, практически места все уже заняты, я поступила тогда, это было училище экономическое около кинотеатра Родина, ближе туда к Перми, второй у нас в городе Перми. И там как раз была экспериментальная как раз школа MBA только у нас запускалась вообще на территории России, вот отделение было в Пермском крае. Это какие годы? 2000-е уже? Ну да, то есть уже 2000-е годы, как раз вот эпоха, когда это вот все к нам пришло, как раз появились компьютеры, тогда 286-й процессор, это было что-то такое вау, чтобы его достать. Это еще конец 90-х тогда. Ну конец 90-х. Вот вы, Наталья, получается, пошли по экономической стезе. Да. Но теперь вам это все пригодилось. Да, и, конечно, пригодилось. И второе образование, которое я уже получила чуть позже, придя на практику и оставшись работать в организации, это менеджмент, управление проектами. И на самом деле любое образование, которое мы получаем, мы можем применять спокойно в жизни. Если брать с точки зрения экономической, да, элементарно семейный бюджет. С этим я тоже, кстати, работаю. Но сейчас вы управляете проектами, коллаборации сложные устраиваете, и сами проседняетесь к другим, и сами организуете. Да, вот такие планеты вокруг друг друга вертятся по-разному. Да, управление проектами, на самом деле, оно применимо абсолютно везде. Родить ребенка – проект. Выйти замуж – проект. Сварить суп – это тоже проект. Ну вот, Наталья, теперь возвращаясь к моему вопросу. Что же в випостасе веду НИИ вы про себя узнали за последние годы? За последние годы я наблюдаю, как вот моя энергоемкость, она растет, приобретаются все более интересные навыки, расширяются какие-то знания, которые… Так как я человек врожденный со способностями, как правило, такие люди, они, когда что-то начинает проявляться, они пугаются. Блин, что происходит? Я не понимаю, куда бежать вообще, как от этого избавиться. Если вот в моем случае… А мне было интересно всегда, а что это такое? То есть я всегда старалась познать. И вот сейчас я прямо наблюдаю, как вот это вот разрастается, мощь увеличивается. Но вспомните, что вы в детстве, может быть, и в юности почувствовали какие-то такие особые как бы умения видеть что-то, да? А теперь вы понимаете, как это работает. Да, я бы сказала, да. То есть теперь я действительно понимаю, как это работает, и на абсолютно разных планах. Ну, например, что? Вот у меня героини были всякие, например, некоторые могут общаться с духовными сущностями, то есть с душами умерших людей. Они их видят, они к ним приходят. Вот Алексей Чичегин, он у меня, кстати, участвовал по ресурсному состоянию, да, он написал про вас, что вы с ним разговаривали про линии судьбы, точнее, про вероятности, да, про ленту времени, по сути дела. Мы сейчас про это понятие поговорим. То есть что у человека может исполниться или не исполниться, это зависит от самого человека. Но и существует вероятность в виде дерева такая. Да, на самом деле, вот как я это вижу... Вы видите это, да, получается, вероятность? Да, то есть я вижу это в разных планах. То есть я могу это видеть картинками, я могу вот видеть это в ассоциативном ряду, я могу просто... Я это просто знаю. Я это чувствую. То есть я работаю абсолютно на любом плане, я открыта, я принимаю информацию со всех источников. И действительно, вероятность именно судьбы, вот она безграничное количество вариаций. И только от того, что в голове у человека, какие у него не то что мысли, а помыслы в его голове, они уже формируют событийные ветки, как это будет развиваться. При этом человек каждый миг своей жизни принимает решение, он даже об этом не задумывается, он подумал, даже не успел отследить эту мысль, а она уже пошла реализовываться. Да. И что самое интересное, в каждый миг своей жизни человека вот как раз выбирает самое наилучшее решение, которое может быть принято им в этот момент. Но если он прислушивается к своему высшему я, то есть к своей духовной сущности, если он не прислушивается, то он может как бы как песчинка по морю, его туда позвут, он туда пошел, туда позвут, туда пошел. А это не совсем то. Или? Да. Здесь как раз важно научиться слушать себя, потому что мы находимся все в едином поле. И как вот ни крути, по факту мы все состоим из энергии, даже человек. И вот просто даже не то, что там услышал, как кто-то что-то сказал, ой, я там хочу машину такую, или там я там яхту хочу, квартиру какую-то хочу особенную, или дом. Человек даже может, который рядом проходил, об этом подумал, и ты вот проходя рядом с ним, соприкасаясь вот своим полем, невольно это считал. И в какой-то момент, блин, я хочу вот такую квартиру. И очень часто как раз происходят затыки у людей, когда вроде я хочу, но туда не иду. Люди попадают в чужое энергетическое пространство, или даже в эгрегор, который для них вреден. На самом деле, он им чужит. А бывает, что прямо вот другой человек, поглощает рядом находящихся. Эгрегор – это когда люди, много людей о одном и том же думает, и получается вот энергетическое облако такое. Например, христианский эгрегор. Да, есть религиозные эгрегоры, есть также финансовые, денежные, то есть они абсолютно… Про финансово тоже поговорим. Как раз подготовился я, потому что это очень важно и интересно. Но сначала закончим тему так называемой линии времени, или ленты времени. Как говорят мои духовные источники, я тут много их слушал, и вот этой зимой на Черноводском побережье, она находится между астральным миром и миром духов, где души вечные живут, духи вечные живут. А мы тоже, кстати, вечные духи, только мы частично воплощены в теле, поэтому мы называемся душой. Но вторая часть нашего духа находится в духовном мире. Соответственно, выйдя в астрал, мы можем через специальные упражнения зайти в эту ленту времени и увидеть вот это дерево вероятности по процентам, например, 70%, что случится вот это в ближайшие полгода, 30% вот это, ну и так далее. То есть какие-то вероятности больше, какие-то меньше. Как вы это видите, что случится с человеком? Вот смотрите, как это вижу я. Почему очень часто не сбываются предсказания там тех, кто погадал, да, и на картах, и кто-то там, если знающий, если видящий увидел, рассказал. Вот это считанная информация в этот миг времени и от того состояния, в котором сейчас находится человек. Возьми считку с него буквально вот в следующий, даже не секунду, в следующий миг времени событийная ветка будет другая. Потому что за этот миг пронеслось в голове столько информации и все переписалось. Вот эта линия, она переписалась судьбы. То есть наше намерение буквально творит реальность. Да. И поэтому хорошие гадалки, они могут вам сказать негативный вариант только для того, чтобы вы по нему не пошли. Да, чтобы вы обратили внимание на это, что вот смотри, вот по этому пути тебе не стоит идти. Ну, например, если будешь дальше пить, то через полгода ты умрешь. Ну, вот могут испугать специально для того. Ну, вот это вроде нежелательно называть. Можно сказать, да, если ты видишь, что человек уже вот эту конкретную событийную ветку, да, что вот если он будет продолжать в том же темпе пить, в том же объеме, что да, ты видишь, что он предположительно там через полгода, вот на данный миг времени может умереть. Да. Ты можешь сказать, что у тебя вот может развиться с ростом печени, который приведет к тотальному эффекту, да. Но главное, чтобы люди знали, что есть другие ветки. Изменяя намерения, мы создаем параллельные реальности, которые становятся не параллельными, а нашими реальностями. Нашими реальностями. И вот здесь тоже очень важно видеть потребность души. Стоит ли ей сходить с этой событийной ветки? Если это осознанный выбор души, то вмешиваться ни в коем случае нельзя. Как бы ни хотелось. Она, видимо, приняла этот урок. Решение уйти. Приняла решение. Да, уйти. Идти по этой ветке. Да, пойти по этой ветке, что здесь она не справилась. Ну, как принято говорить, да, что душа приходит с каким-то заданием сюда, чтобы что-то отработать. И вот когда душа понимает, что она не справляется, то ей проще уйти на другой виток. Кто-то бывает, да, накладывает руки, кто-то вот таким способом. А кто-то начинает реально работать над собой и выходит из этого состояния. Но опять же главное, Наталья, надо понять, что душа сама приняла это решение или она попала в этот какой-то негативный, деструктивный пространство энергетическое, связанное с другими людьми. То есть другие люди в этом виноваты. Да, да, да. Вот это вот как раз самый важный момент, понять вот это действительно истинное решение вот этой конкретной души, идти вот туда. Вот пример приведем, да. Сейчас мы все знаем, что у нас прекрасный момент в истории России. Каждый может пойти на сторону добра, на сторону зла, как он его сам понимает. Да? Да. Остаться в городе или пойти на войну. Принять решение пойти на войну и, может быть, выйти из воплощения, да, погибнуть. Но это ваше решение. Решение вашего духа. Вот. Здесь тоже есть моменты, да, когда вот очень это транслируется, что нет, вот все должны идти, другие вот транслируют, нет, вообще не стоит туда ходить, да, там, братоубийство и так далее. А, по-моему, сейчас это не транслируется, Наталья. Как раз это свободный выбор, так сказать. Да, нет такой грани, что вот это правильно или неправильно. Вообще правильно или неправильно на самом деле нет. Это всего лишь субъективная оценка каждого индивидула. Это уроки каждого духа, который он проходит. Абсолютно. И он, конечно, за них ответит в виде кармы. Ну да, там можно создать себе так называемые кармические узелочки, которые придется распутывать. Конечно, потому что если ты их запутаешь, если ты будешь убивать людей, то как бы где-то все вернется. Ты можешь в следующих жизнях родиться, и тебя убьют также. То есть как бы баланс должен соблюдаться. Может быть. А с другой стороны, может быть как раз вот это то самое предназначение души, быть вот этим, ну, может быть, это грубо сказано, чистильщиком, да. Это тоже может быть. Ну, если духи другие с этим согласны, то да. Да, то есть в этом смысле духовные законы работают по-другому, и мы в телах не всегда их понимаем, да. А так-то вселенская справедливость, она существует вечная. Про финансовый эгрегор, Наталья, очень интересно. Вы тоже пишете про это ведь, да? Про зарабатывание денег. Да. Вот сейчас я процитирую из того, что мне нравится из моих духовных источников, и скажете, как вы это понимаете, и как вы это работаете, да. Ну, во-первых, все начинается с благодарности вселенной. Если мы не будем ее благодарить каждый день, прямо с утра, то она и не будет откликаться, в том числе деньгами. Что вы скажете? Ну, благодарность, на самом деле, это вообще очень такой мощный инструмент, который проявляется не только в финансовой сфере. Когда мы начинаем благодарить, но вот здесь тоже важно понимать, как мы благодарим. Мы благодарим чисто для галочки. О, я поблагодарил, я выполнил упражнение, да? Так не работает. Не работает. То есть это должно быть истинное, прямо настоящее желание и вот благодарность за то, что я вообще проснулся. Я живой, да? У меня видят глаза. Круто. А кто кого-то не видит? У меня там руки-ноги работают. У меня там есть что покушать. У меня есть крыша там над головой. У меня есть что на себя одеть. То есть вот с элементарно каких-то базовых таких вещей. Благодарить людей, которые вот встречаются на твоем пути, это вот тоже очень такой важный момент. Каждый человек, который нам встречается, это наш духовный учитель. Он у нас учит, да, как справляться со злом или с добром, например, принимать помощь или оказывать помощь. Такая бесконечная пьеса. Да, и мы для того человека тоже, как и учитель, и в роли ученика всегда. То есть мы что-то либо принимаем этот урок, с которым пришел нам человек, либо не принимаем и тем самым переписываем свою событийную ветку. И тот человек так же. И вот если заглянуть вглубь души, то на самом деле, да, вот как я это вижу и так чувствую, то душа, будучи, находясь еще там, до воплощения, она уже прописывает максимально эффективный, лучший сценарий своей жизни. Вот ту суть, по которой душа здесь должна пройти. И всех людей, которые встречаются на его пути, она уже выстраивает. Вот если я здесь что-то не пойму, то вот придет вот такой будет папа у меня, такая мама будет. Там брат, сестра, там вот какой-то Петя появится, да, на моем горизонте. Там Лена какая-то появится, которые мне будут прямо вот тыкать носом. Но одновременно мы должны не забывать, Наталья, что у нас создателем Вселенной и нас, как бы, да, вот этим абсолютом, у нас есть свобода воли абсолютной. Каждую секунду. И это не иллюзия. Свобода воли есть. Да, мы себе план нарисовали воплощение, но одновременно мы каждую секунду можем его изменить в этом. Да, потому что есть такой нюанс, когда происходит рождение, воплощение в теле, то вот эта вот программа, как говорится, которую мы сами себе создали, самый наилучший вариант, да, вот прохождение того задания, прокачки чего-то, да, когда мы проявляемся здесь, она, как вы знаете, как пеленой в туман уходит. И мы ее не помним. Конечно. Вот эти вот моменты, когда человек, блин, а что меня тут вот что-то давит, да, что-то человек на меня как-то вообще косо смотрит, я на него там злюсь, там еще что-то. Мы не помним этого. Но вот как раз в этом самый, наверное, смак, фокус, когда вот в этом ты разбираешься. А для чего человек? Когда ты с благодарностью его принимаешь, этот человек пришел, он о чем мне говорит? Вот еще, да, есть понятие, что мы друг другу зеркала. То есть вот не нравится тебе что-то в человеке? Ты посмотри, а почему я так реагирую? То есть не человек там плохой, да, и он что-то делает плохо, а почему меня это цепляет? Почему я так реагирую на ту ситуацию, да, на то поведение этого человека? То есть это же мой урок. Это не его урок. Он пришел, вот я сам его создал, чтобы он пришел и показал мне, чтобы я что-то тут вот вразумел и пошел вот по своему самому классному пути. Но свобода выбора как раз в том, я либо это сейчас выучу, либо я потом в более, ну, грубой форме буду учить. А могу вообще за всю жизнь этого не выучить? И тогда потом, в следующий раз. Вот еще один важный момент, кроме благодарности Вселенной и Богу, это наша готовность бескорыстно отдавать. Чем больше мы отдаем, тем нам больше возвращается. Как пишет тут мой источник, что наш Небесный Отец всегда увеличивает поток энергии к той своей частице, которая похожа на него в проявлении безусловной любви, которая выражается в том числе и в материальной помощи. Поэтому к нам все возвращается, но по-другому. Ну, вот этот эффект бумеранга. Расскажите, как вы это понимаете? Ну, для меня, я как это называю, это... Вы про это пишете, да. Да, это изобилие для меня лично. И оно... Многие начинают думать, что изобилие это начинает проявляться, когда вот ко мне что-то начинает валиться. А на самом деле это уже результат того изобилия, которое ты... Возникло внутри меня. Вот, начиная с благодарности, да. Как раз вот созрела та готовность внутри дарить то, чем ты наполнен. Именно дарить. А не вот, вот я тебе сейчас сделаю, а мне там зачтется, там вот бонус. Так тоже не работает. Не работает. Когда от чистого сердца, с легкостью ты отдаешь, ты можешь отдать свою заботу, можешь отдать свое внимание, свое время, свои финансы. Что-то вот можно отдать очень много. Но вот когда от чистого сердца и прямо с радостью, что я отдаю, я ничего не жду взамен. Вот тогда, да, тогда начинает работать вот этот момент изобилия. И еще. Ага, человек созрел. Можно его вот чем-то поощрить. И, кстати, очень часто возвращается даже в совершенно других сферах, нежели ты где отдаешь. Там, где тебе сейчас нужна поддержка, нужно это изобилие. И именно в том виде, в котором оно тебе сейчас нужно. И вот еще один момент. У нас времени мало уже остается, но он очень тоже важный, да. Если мы должны помнить, что финансовый эгрегор не сможет направить в нашу сторону денежные потоки, если мы не следуем своему жизненному предназначению. Вот. То есть очень важно в любой момент, не поздно, да, в 50 лет, в 60 лет, да, понять, что по-настоящему является вашим жизненным предназначением. И тогда, может быть, впервые в жизни финансовый эгрегор проснется. А вы считали, что он вас обходил стороной. А на самом деле он просто вас охранял, да. То есть много денег не всегда хорошо. Очень часто это трагедия. Поэтому многих это обходит стороной. И специально, да. А когда люди готовы, тогда они и открываются. Как, Наталья, вот сформулируйте, как раз вот, может быть, даже про деньги, да. Как ведуние раскрывает в людях вот этот финансовый эгрегор и меняет их судьбы. По слову суть, с большой буквы пишется. Да. И бы. Это одновременно судьба и одновременно суть человека. Да, суть бытия, то есть. Вот как раз и это такой очень классный момент, так как все начинается с наших мыслей, то неважно, какой запрос у человека, отношения, финансы, там поезд второй половины, там выход из отношений экологичный, то всегда работа начинается с мышления. То есть с перепрошивки вот тех формулировок, с которыми живет человек, с тех установок, на более мягкие, экологичные. И даже просто начиная вот менять свои мышления, менять свои слова, которыми ты говоришь, уже начинается перепрошивка вот этой как раз своей сути, которая меняет линию судьбы. А что для меня такая линия судьбы? Это вот как раз суть, которую человек придумал, будучи еще душой, и создал самый благоприятный путь для своего развития. Вот как раз это и есть предназначение души. Свою суть. Вспомнить, да, свою суть. Что сам себе запланировал. Да, самый легкий вот этот путь и жить-то в радости, в счастье, в наслаждении. Легко идти по жизни, не цепляясь ни за что. Идаром вы игропрактика. Да, вот как выиграя, то есть, да, вот получая прямо удовольствие где-то, что-то вот прямо... Наталья, у нас минуты осталось. Как сформулировать вашу миссию сейчас, чтобы осталось два слова? Предлоги тоже считаются. Два слова. Жить в кайф? Жить. Жить. Да, жизнь-кайф нам напоминает Наталья Бельдягина, игропрактик, ведуние и своя мера. Своя мера, так называется у вас телеграм-канал. Телеграм-сообщество. Или как менять суть бы людей в одно касание. ВК.кома Наталья, подчеркивание, ведуние. Наталья, спасибо, удачи вам. Благодарю, Владислав. Как привлечь инвестиции? Где найти партнеров? Как защитить свои интересы? Верхникамская торгово-промышленная палата. Надежный партнер и помощник в создании и развитии бизнеса. Город Березники, улица Юбилейная, 17. КОНЕЦ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...